Добрый день, дорогие друзья, музыканты! Вот поступил на ремонт, на срочный ремонт баянчик, да? Баян заказной, отличный баян, но в нем дефект приехал издалека. Музыкант знакомый, дефект какой? Вот эти три кнопки, раз, два, три, они заедают. То есть, играешь при игре, да? Но они могут не выйти обратно. То есть, там залегают, в середине могут залегать. Раз, два, три. Человек приехал за 500 километров, вот с такой проблемой. Итак, открываем верхнюю крышку. Надо понять, во-первых, что это за дефект, почему происходит залегание, западание, да? Вот, тут мне на трезвую голову удалось кое-что выяснить. Вот, значит, если возьмем одну из залегающих, да? Я нажимаю, смотрим на низ. Во, как она ходит. Как у старого деда зубы. Налево-направо ходит. Это от времени. Вторую нажимаю здесь, да? И вот она тоже гуляет, гуляет. Налево-направо. Третья. Это я красным уже накраснил, чтобы видно было причину, вернее, виновников. О, влево-право лапка ходит. И потом они трутся одна лапку, а другую, допустим, вот так, да? Вот она трется. А соседнюю раз. И иногда она так трется, что она вообще не садится. Вот, допустим, вот так если сделать. Вот она вообще не садится. Вот такая проблема. Значит, почему это? От чего, почему? Вот. От чего, почему? С годами музыканта играет, баянис, гармонит в среднем регистре. Здесь он ничего не нажимает, да? И здесь он ничего не нажимает. Он играет в среднем регистре. И вот эти кнопочки ми, соль и си бемоль. Вот они, три. Он с утра до ночи их использует. То есть играет на них. Играет. И в результате того, что он играет. Сейчас я возьму указку. Я покажу это место, которое расшаркивается. Вот. Если взять, посмотреть на кнопку и потрогать ее. Вот она. О! Вот она ходит влево-право. Я имею в виду вот в этом направлении и сюда. Примерно на полтора миллиметра. Баян-то отличный, да? Заказной баян хороший. Вот. Но тут что происходит? Деревянные все деревянные. Вот эти штуки, да? Я имею в виду рычажки. Вот они все деревянные идут. Вот они идут. Где они? Во! Рычажки. То есть дерево трется, а корпус... А корпус тоже деревянный. То есть одно дерево трется, а другое дерево, как бы сжирая его. Вот. Вот она ходит. Сейчас еще раз крупно покажу. Во! Видно, уважаемому зрительному, что вот в этом месте, да? Где это на кадре? А вот. Образуется щель. Во! Сейчас еще раз. Щель образуется. О! Как зуб шатается у человека. Щель образуется здесь. И дальше дело пошло по лапке, по лапке, по лапке. Вернее, к лапке пошло. И в итоге лапка гуляет. Что тут сделаешь? Да ни хрена тут не сделаешь. Поэтому надо... Что я сейчас и буду делать? Вот эти три я буду менять местами. Полностью лапки, да? Из корпуса. Перебрасывать их наверх. Вот сюда. Наверху здесь все отлично. Я имею в виду, ничего тут не гуляет. Ну, что ни один баянист тут ничего не нажимал за эти 30 лет. Не играл. То есть перебрасывать буду. Вот эти три кнопки, да? Вместе с лапками. Вот они лапки. Три лапки, да? Раз. Раз, два, три. Я их полностью буду перебрасывать сюда. Каким образом? Вот эту буду вытаскивать сейчас. Я уже попробовал. Она пошла. Вот эту иглицу, да? Иглицу буду вытаскивать. Иглицу, которая в середине. Вот она идет там. Я буду вытаскивать до половины. Вот до этих больных кнопок, да? Да. Доведу сюда иглицу. Эти посыпятся все кнопки. Выскочат. Вот эти выскочат все. И потом я вот эти три молодые, скажем условно. Три хорошие. Я их сюда. Вот эти доноры, да? Доноры. Я их сюда поставлю, да? А вот эти три, которые уже уменьшились в объемах от трения за эти 30 лет. Я их поставлю вот сюда наверх. Потому что там все равно никто не играет. Вот. И они будут, я думаю, будут служить. Так что, до следующих роликов. Благодарю вас за внимание. С вами был у нас тройщик и музыкант Сергей Замбровский. Благодарю вас за внимание.